Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу Хан Аренда «Панальный ислам». В прошлый раз я остановилась на том, что связь с еврейкой была, любовница еврейка была, у мамы были корни еврейские, у преступника Эйхмана, и, тем не менее, у него не было никакого раскаяния, и, как он говорил, у него не было никакой ненависти к евреям. Он выдвигал собственный идеализм. Эти евреи, в отличие от ассимиляционистов, которых он всегда презирал, и ортодоксов, которые его утомляли, также были идеалистами. По Эйхману идеалист — это не просто человек, который верит в идею или который не ворует и не берёт взяток, хотя эти качества также необходимы. Идеалист — это тот, кто живёт ради своей идеи и потому не может быть дельцом. Он готов пожертвовать ради идеи всем и особенно всеми. Когда во время полицейского допроса он заявил, что если бы потребовалось, не дрогнув, то послал бы на смерть собственного отца. Да, он имел в виду не только степень своей готовности подчиняться приказам, и тем самым он намеревался продемонстрировать свой идеализм. У настоящего идеалиста, как у всякого человека, могут быть личные чувства и пристрастия, но он никогда не позволит им мешать его действиям, если эти чувства и пристрастия вступают в конфликт с идеей. Что здесь говорится? Здесь Ханна Эрн говорит о том, что то, что она озвучивала раньше, что самое ключевое у таких идеалистически настроенных людей, вера в идеологию, но она говорит, что действие, личные пристрастия, чувства, сопереживания отметаются, но ничего не должно помешать его действиям, потому что чувства вступают в конфликт с идеей. Эхману представилась возможность на практике продемонстрировать то, что он познал за время своего ученичества. После Аншлюса, включения Австрии в состав рейха, в марте 1938 года его послали в Вену разработать мир по организованной миграции, до того совершенно в Германии неведомое, поскольку до осени 1938 года здесь поддерживалось убеждение, что евреям дозволено, если они того желают, покидать страну, но их к этому никто не принуждает. Среди причин, почему евреи верили в этот мир, была программа национальной социалистической партии, сформулированной еще в 1920-е годы. Как ни странно, ее, как и Конституцию Вермарской Республики, никто никогда официально не отменял. Более того, Гитлер настаивал на незыблемости всех ее 25 пунктов. Евреи не могли считаться полноправными гражданами, не могли трудиться на государственной службе, работать в прессе, а все, кто приобрел германское гражданство после 2 августа 2014 года, датой начала Первой мировой войны, подлежали денатурализации. Это означало, что они будут изгнаны из страны. Задача Эйхмана была определена кратко, принудительная иммиграция. Вот чем он занимался. И эти слова не оставляли никаких возможностей для разночтения. Евреям, независимо от их желания гражданства, следовало заставить эмигрировать. Ханна Эйрен пишет, что на обычном языке это называется изгнание. Ну, принудительная иммиграция. Когда бы Эйхман не оглядывался назад, на прошлую им жизнь, он всегда называл тот год Вене, где он возглавлял центр эмиграции австрийских евреев. Самым своим счастливым и успешным годом. Он трудился изо всех сил. Здесь мы немножко переходим в предысторию, как он стал тем, за что его потом судили в Израиле. И труды его уменьшались успехом. За успехом за 8 месяцев Австрию покинули 45 тысяч евреев. Сравните с 20 тысячами, которые оставили за тот период Германию. Менее чем за полтора года Австрия очистилась, в кавычках, от почти 150 тысяч человек, приблизительно половины своего еврейского населения. И все они уехали, в кавычках, «легально». То есть им разрешили уехать, открыли шлёзы. Даже после начала войны отсюда удалось уехать более чем 60 тысяч евреев. Как он этого добился? Конечно, придумал всю схему не он, а Гейдрих. Это он издал специальную директиву, и это он послал Эйхмана в Австрию. Человек чувствует, что ему надо уехать, что отсюда надо бежать, что надо сделать эту принудительную миграцию. Не все это почувствовали, может быть, не у всех это получилось. Это напоминало хлебозавод, вроде тех, где мельница соединена с пекарней. В здание входит еврей, у которого есть хоть какая-то собственность, фабрика, магазин или счёт в банке. Он движется по зданию от конторки к конторке, от кабинета к кабинету. Выходит из здания без денег, без прав, но зато с паспортом, при вручении которого ему говорят, вы обязаны покинуть страну в течение двух недель. В противном случае вы будете отправлены в концлагерь. Чтобы уехать, надо было лишиться всего, что ты нажил. Всего своего бизнеса, всего своего недвижимого хозяйства и всех денег. В противном случае вы будете отправлены в концлагерь. Ключевое. Весьма правдивое описание всей процедуры, но правдивое не до конца. Евреи не могли остаться совсем уж без денег, по той причине, что тогда бы ни одна страна их не приняла. Им требовалась и выдавалась сумма, которую они могли предъявить при получении визы, из которой могли пройти иммиграционный контроль. Ну теперь подумайте, контроль принимающей страны. Какая это была сумма? Сумма предполагалась в иностранной валюте. А рейх отнюдь не намеревался тратить валюту на евреев. Нельзя было её снять из еврейских счетов за рубежом. Во всяком случае, это было затруднительно, так как в течение многих лет иметь счета в иностранных банках не дозволялось. Поэтому Эйхман отправил еврейских функционеров за границу, чтобы они выбросили валюту у тамошних еврейских организаций. И эта валюта затем перепродавалась местной еврейской общиной будущим эмигрантам с большой притом выгодой, например, от 10 до 20 марок за доллар. В то время как рыночная стоимость доллара составляла 4,2 марки. То есть вы поняли. Даже здесь какой Эйхман хитрец. И получается, местная община собирала деньги, которые необходимы для оплаты эмиграции неимущих евреев, а также средств для своей теперь весьма насыщенной деятельности. Можно вывести новый тип человека. Я подумала, такой клишированный, отформатированный, заорганизованный чинуша. Он такой примитивный, он сортировщик не смысла, а бумаг, такой идеологический трафарет, а вовсе не человек, который в условиях войны опирается на шаблоны лидера, героя, с которым себя идентифицируют. И получается здесь такая формула оттиска. Давить на принты избитых неправдоподобных смыслов, которые ему влили идеологически по вертикали власти, словно вбивать и сбивать вот эти стандартные фразы, чтобы человек стал подделкой себя и смимикрировал под безличность. Ну, вот что мне пришло, я тут зафиксировала себе и записала сразу же. Это была мягкая форма афазии. Он извинялся, говоря, бюрократический стиль — это единственный доступный мне язык. Но этот бюрократический стиль стал его языком, потому что он действительно не был способен произнести ни одной не клишированной фразы. Эйхман, несмотря на свою плохую память, дословно повторял одни и те же клишированные фразы. Если ему удавалось сконструировать свою собственную авторскую фразу, он её повторял до тех пор, пока она не превращалась в клише. Чтобы он не писал своих мемуаров в Аргентине и в Иерусалиме, что бы он ни произносил во время предварительного следствия и в суде, он использовал одни и те же слова. И чем дольше вы его слушали, тем становилось понятнее, что его неспособность выразить свою мысль напрямую связана с его неспособностью мыслить, а именно неспособностью оценивать ситуацию с иной, отличной от собственной точки зрения. Очень напоминает то, что сейчас происходит в России. Немногие способны мыслить и оценивать ситуацию адекватно, с человеческой позиции. Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил весь немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». И этот лозунг сочинил то ли Гитлер, то ли Геббельс. Были в нём три облегчавшие самообман составляющие. Он предполагал, во-первых, что война – это вовсе не война. Во-вторых, что развязали её судьба, рок, а не сама Германия. И, в-третьих, это вопрос жизни или смерти для немцев, которые должны полностью уничтожить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих. Ну, слушайте, это просто как под копирку то, что делает Путин и его последователи. Это не война, это спецоперация. Во-вторых, развязали не мы, это развязал Запад. И, в-третьих, это вопрос жизни и смерти для нашего народа, потому что мы должны пойти уничтожить своих врагов. Ну, парадокс просто. Он хотел бы помириться с бывшими врагами. Сентиментальное побуждение, которое испытывал не только он, но и Гиммлер, тот высказывался в таком же духе перед концом войны, и лидер рабочего фронта Роберт Лей, этот незадолго до того, как покончить с собой в Нюрнберге, предлагал создать согласительный комитет, который будет состоять из нацистов, ответственных за массовое убийство и выживших евреев. В это невозможно поверить. Но подобные сантименты, выраженные похожими словами, посещали в конце войны многих немцев. И это чудовищное клише не было спущено им сверху. Немцы сфабриковали его самостоятельно. И оно было столь же далёким от реальности, как и остальные клише, по которым они жили в течение 20 лет. То есть был парадоксом, что они говорили, вот, давайте мы примиримся с тем, кого мы уничтожали. Они говорят, а что это вообще было? Ну, это очень похоже на то, как Нобелевский комитет наградил украинку, белорусскую и русскую. И они как бы взяли, смешали, ну, давайте мы сейчас примирим. То есть этап боли не прошёл, война продолжается, а они решили это как бы приклеить и таким образом всему миру показать, что, ну, прощение возможно, и вот оно совершилось. Но это было чуждо, нелепо и вообще дико. Они были всего лишь бюрократами. Для них всё ограничилось параграфами и приказами. Ничем больше они не интересовались. Короче говоря, они были винтиками, такими же, как, по словам защитника, был и сам Эйхман. И вот эта присяга хранить тайм, потому что по евреям уже тогда вынесли окончательное радикальное решение, радикальное решение. И смысл такой языковой системы заключался не в том, чтобы исполнители не понимали, чем им следует заниматься, а в том, чтобы отучить их сравнивать языковые нормы с их прежним нормальным пониманием того, что есть убийство и что есть ложь. Понимаете? То есть их реально, ну, как бы, отучивали через вот эти клише отформатированные тексты. И огромная восприимчивость Эйхмана к клише и расхожим фразам в купе с его неспособностью к речи обычной превратила его в идеального носителя языковых норм. Вот так она называет его. Идеальный носитель языковых норм, которые прописала гестапо. Поскольку он был задействован в транспортировке, а не в самих убийствах, это правда, он занимался транспортировкой, то есть он не расстреливал. Вопрос оставался юридический, формальный, в конце концов, вопрос, а ведал ли он, что творил? То есть, говорит, проверьте, он сумасшедший или нет. Существовал еще один дополнительный вопрос. Дозволяло ли его положение судить о масштабе его действий? То есть, внес ли он ответственность по закону, поскольку с медицинской точки зрения он был признан меняемым? На оба вопроса были получены утвердительные ответы. Он видел те места, в которых отправлял транспорты. И то, что он видел, да нельзя его шокировать. Но оставался один последний вопрос, самый тревожащий. И судьи, особенно судья-председатель, задавали его снова и снова. Шло ли убийство евреев вразрез с его совестью? Вот ключевой вопрос. Однако этот вопрос морали и ответ на него вряд ли могли быть юридически релевантными. Здесь в своих показаниях Эйхман дал ответы на оба вопроса. И оба были четко отрицательными, то есть не осознавал. И что это за клише-лозунги? Из всех людей именно Гиммлер в последние годы войны возмечтал блистательную роль переговорщика от имени поражённой Германии с силами союзников. Потому что Гиммлера, кем бы он ни был, идиотом всё-таки считать нельзя. Из всех нацистской иерархии, самым искушённым в решении возникавших перед совестью вопросов был именно Гиммлер. Именно он придумывал лозунги вроде знаменитого лозунга СС, выдранного из речи, произнесённого Гитлером перед её членами в 1931 году. «Моя честь, моя преданность» — одно из клише, которое Эйхман называл крылатыми словами. А судьи называли это пусто-порожней болтовнёй. Как вспоминал Эйхман, Гиммлер обычно одаривал ими в конце каждого года что-то вроде рождественского бонуса. Ну, каждому навешивали, был сильно преданным. Эйхман запомнил лишь один из таких лозунгов и постоянно его повторял. «Существуют сражения, которые будущим поколениям уже не придётся вести». То есть мы сейчас проведём одно сражение, мы выполним всё перед нацией наперёд. Этот лозунг явно намекал на сражение с женщинами, детьми, стариками и другими лишними ртами. А вот примеры других фраз, с которыми Гиммлер обращался к командирам «Альзас Групп» и высшим чинам СС и полиции держаться до конца, невзирая на слабости человеческой природы. Сохранять сдержанность. Вот что составляет нашу силу. Сохранять сдержанность. Не забыть о том, что ты человек, ты животное, по сути, если перевести эти слова. Эта страница в нашей истории ещё никогда не была написана и больше не будет написана никогда. Или «Приказ решить еврейский вопрос» самый устрашающий приказ из всех, который может получить любая организация. Вот это вот еврейский вопрос. Это ключевое, что называется. Мы понимаем, что мы ожидаем от вас сверхчеловеческого, что вы будете сверхчеловечески-бесчеловечными. И надо сказать, его ожидания были оправданы. То есть вот это он говорил, что вы будете сверхчеловечески-бесчеловечными. И вот это всё говорит о том, что не было эмпатии. Она напрочь отсутствовала. Дырявая память Эйхмана на гиммлеровские крылатые фразы может служить показателем того, что существовали и другие более эффективные способы решения проблемы совести. Мне тут нравится. Тут походу сразу же выделяю проблемы совести. Особенно эффективным в этой атмосфере насильственной смерти был тот факт, что окончательное решение в своих поздних стадиях осуществлялось не расстрелами, то есть через прямое насилие, а путём умиршивления газом, что было тесно связано с программой эвтаназии, запущенной Гитлером, в первые же недели войны и применявшейся ко всем душевнобольным вплоть до начала войны с Россией. И вот эта программа уничтожения, которая стартовала осенью 1941 года, она шла двумя совершенно разными путями. Получается, один вёл газовые камеры, а второй к альзанс-группам, чьи операции в тылу армии, особенно в армии, осуществлялись, особенно в России, осуществляясь под предлогом войны с партизанами, поскольку их жертвами были не только евреи. Помимо реальных партизан, альзанс-группы расстреливали русских функционеров, цыган, преступников, душевнобольных и евреев. Евреи считались потенциальными врагами. И, к сожалению, прежде чем русские евреи это поняли, прошли месяцы, а тогда бежать уже было слишком поздно. Вот видите, как у них было разделение, насильственная смерть и окончательное решение — это ключевые фразы, которые здесь применяются. То есть не через прямое насилие, а путём умерщвления газа программой эвтоназии. Умерщвление газом на Востоке или, говоря языком нацистов, гуманный метод, как они называли. И они считали, что таким образом они проявляют милосердную смерть. Это началось почти в тот же день, когда оно прекратилось в самой Германии. Люди, ну, то есть они даже у себя же убивали таких душевнобольных, люди, которые выполняли программу эвтоназии в Германии, были теперь посланы на Восток для строительства новых сооружений, для уничтожения целых народов. И эти люди подчинялись либо канцелярии Гитлера, либо Министерству здравоохранения Рейха. И только теперь были переданы под административное начало Гиммлеру. Шокирующие результаты. И страшно вообще представить, если вообще разбирать эти архивы и смотреть эти все фотографии, зарисовки и так далее. С вами была Алена Романова. Мы ещё продолжим. И теперь вы видите, какой ужасный элемент зла и почему он сейчас, я не могу сказать, возродился. Я могу сказать, что продолжился, переродился. Почему некоторые люди взяли его как за основу? В общем, задайте себе этим вопросом. И думаю, возможно, у вас есть уже ответы, но не останавливается пока это зло. И вот банальное зло книга Ханны Арнтона и говорит о том, что этот человек был просто банально одержим своей работой. Он просто был заклишированный. И это была вот такая банальная зла. Сказали выполнить, он выполнил. В общем, всем вам личностного перерождения, личностной стойкости. Ещё услышимся.